Ну что, друзья, наступил Новый год и Рождество, с чем я вас и поздравляю. Надеюсь, Оливье уже давно осилен, все родственники и друзья посещены и печень начала приходить в себя. Думаю, вполне логично новый 2023 начать с новых пластинок в коллекции. Благо в Аудиомании ассортимент новинок расширился и выбрать пять пластинок себе в коллекцию на этот раз не составило никакого труда. Итого, о чем мы сегодня поговорим. Из новинок. Свежий альбом от перцев Return of the Dream Continent, переиздание альбома George Michael Older, еще переиздали две части Use Your Illusion от Guns N' Roses и в 40-летие альбома Thriller выпустили юбилейку. Но об этих альбомах чуть позже. А для начала напомню, если кто-то еще кого-то из друзей виниломанов не поздравил, можно выбрать пластинки с новогодней рождественской тематикой. Про подарочный бокс с тремя пластинками и сборниками рождественских песен, которые, к слову сказать, можно приобрести по отдельности, я уже рассказывал в прошлом выпуске новинок, но еще как вариант сборник, который я недавно послушал. Christmas Hits. Одна пластинка, 16 треков хитов известных исполнителей и все это на красивом синем виниле. Но это еще не все. Как вам альбом джазового пианиста Винца Гуаральди, который является саундтреком к рождественскому мультику «Рождество Чарли Брауна», выпущенного в далеком 65-м году? Взял, честно скажу, на бум и послушал с удовольствием. Да и качество приличное оказалось. Ну и не уходя далеко от саундтрековой темы, в очередной раз переиздали винил музыки к иронии судьбы или с легким паром. На этот раз не на зеленом, а на черном классическом виниле. Произведение Терри Вердеева выпустил лейбл Bombomusic, пластинки производства Ultra Production. Уже рассказывал как-то об этом произведении на примере английского издания, которого мне не понравилось ни оформлением, ни звуком. И вот теперь получил вот такой вот вариант, который хорош оформлением на фоне фотокомпозитора, да и звук, что самое интересное, очень даже неплохо. Да, местами шумодав, конечно, слышно и по правде сказать, до ранних мелодиевских монопластинок бомба качеством чуть не дотянула. Но, во-первых, на мелодии и сами песни чуть в другом исполнении и их там в два раза меньше. Поэтому отличный вариант, на мой взгляд, с учетом того, что фильм главный атрибут новогодних праздников. И не забудьте воспользоваться промокодом Valeron1523, который даст при заказе скидку в 15% на весь винил, который не входит в акции, то есть с черными ценниками. Ну а теперь о новинках. И начнем с довольно плодовитых перцев. Два альбома в один год выпустить, я считаю, неплохой результат. Хотя, конечно, понятно, что перерыв был в 6 лет у музыкантов, а еще и самоизоляция, в общем, материала подсобралось аж на 50 песен, из которых группа первоначально вообще хотела выпустить 40, причем в виде одного альбома. Правда, лейбл не одобрил подобную стратегию и было принято решение выпустить два альбома с 34 треками. Итак, конверт красочный, симпатичный, одинарный, как и в случае с Unlimited Love, но на этот раз не глянцевый. Ну да ладно, сзади трек-лист. Пластинки во внутренних конвертиках с текстами композиции и фотогруппы. Винил тонкий, но качественный. Кстати, неплохое решение не выпускать альбом на двух 180-граммовых пластинках, раз уж конверт не раскладной. Сам винил отличного качества, отпечатан на Optimal Media, а лакером занимался Берни Грандман. Собственно, поэтому, несмотря на то, что продюсер альбома прикрубен, звук на виниле не пожатый до перегруза. Да, компрессия ощутимая, но в пределах разумного. По амплитудно-частотной характеристике замечаний нет. Детальности хватает, тарелочки звенят, вокал живой, бас на месте. Звук в духе чили перцев. Что по дефектам? Мелкие щелчки встречаются приоритетно в начале сторон и в некоторых паузах. Не критично. Возможно, если помыть пластинки ультразвуковой майкой будет лучше. Искажения не услышал, хотя встречал отзывы на дискоксе, мол, встречаются. Слушал как на трансроторе с родной головкой в исполнении от Goldring, так и на Cadenza Black. Все отлично. Читаемость, на удивление, хорошее. Падение качества не заметил. Сами пластинки мне попались ровные и без смещенного центра. Смутил, правда, срез на частоте 17 кГц. Понятное дело, что выше почти никто и не слышит. Но все же мастеринг не идеальный. Но тем не менее ставлю 9 из 10. И в очередной раз мечтаю о переиздании ремикшированного Californication с таким же звуком, как последние два альбома. Цена альбома на родине начинается от 30 долларов. Далее. В честь юбилея триллер альбом переиздали. Снова. Ну а почему бы нет? Всего лишь самый продаваемый альбом на планете. Вот и клепает переиздание. 25 лет уже отметили двойным переизданием. 40 лет теперь отметим. Причем помимо Эпик, альбом переиздали еще и Mobile Fidelity Sound Lab. Итак, юбилейное переиздание захаяли за альтернативное фото, присутствующее на развороте оригинала. И шрифт. Да, выглядит непривычно, но не сказал бы, что прямо провально. Однако тему раздули до космических масштабов. Зачем? Непонятно. Есть версия с оригинальной обложкой. Кто не нашел, значит плохо искал. Сам конверт хорош, раскладной. Сзади, кстати, трек-лист с оригинальным шрифтом и... не очень-то он четкий, конечно, не хватает ему резкости, но в любом случае это не апскейл. И это хорошо. На развороте информация о синглах с альбома и фото с клипов. Кстати, хорошее решение для оформления разворота на фоне оригинала. Ну, как по мне. Пластинка находится во внутреннем конвертике с текстами композиций. Сам винил. Странно, что отпечатан на Пелос, при этом тактильно и визуально, ну, скажем так, среднего качества. Все же Пелос чаще всего славится куда более высоким качеством, чем те же Optimal Media, но тут все наоборот. Перцы отпечатались на лучшем виниле. Но, повторюсь, это все визуально. По звуку нареканий в принципе нет. К сожалению, оригинала под рукой тоже нет. Чтобы столкнуть с переизданием в лоб, но в целом по амплитудно-частотной характеристике нет желания что-то менять. Посмотрел спектрограмму и приятно удивился, что нет ни малейшего намека на срезы на какой-либо частоте. То есть есть хотя бы надежда, что взяли аналоговые источники. А если это и цифра, то как минимум в хайрезе. Динамика в норме, из дефектов и изредка щелчки проскакивают, причем не в паузах, а в музыке. Но эти косяки видно и на самой пластинке. К сожалению, камера не способна их передать. Причем приоритетно на первой стороне, но это частный случай, то есть могут встречаться и на второй стороне. А может дефектов не быть вовсе. К тому же часть тиража печаталась еще и на МПО во Франции. Лакером в обоих случаях занимались в ССТ. Что порадовало, несмотря на то, что винил записан близко к яблоку на второй стороне, нет ни малейшего намека на падение качества. В общем-то, можно поставить, несмотря на некоторые недочеты, оценку 7 из 10. Годное переиздание, на тот случай, если у вас нет оригинала. Все же переиздание, хоть и юбилейное, но не отличается бонусами. Хотя, нужны ли они с другой стороны? Цена издания от 30 долларов. Еще одно интересное переиздание из сегодняшней подборки это альбом Older Джорджа Майкла. Да, многие ждали и надеялись, ибо первый европеец сейчас стоит, начиная от 800 долларов и доходит до полутора тысяч. Ну, как бы за 100 тысяч рублей не каждый себе позволит пластиночку. А альбом-то неплохой. Да, нас порадовали, конечно, в 2019 году пираткой, еще и с двумя бонус-треками, но это же не наш аудиофильский метод. Итого, дождались переиздания на двух пластинках, которая вышла и в цветном варианте, и даже в боксе с кучей интересных потрохов. 58 минут на одном виниле уместить нелегко, поэтому правильно сделали, что разбили на два. Но вообще могли бы докинуть и пару бонусов, взяв пример с пиратов. Ну да ладно. Конверт отличный, качественная бумага и полиграфия. Сзади трек-лист на развороте, фото. Пластинки во внутренних конвертиках с текстами композиций и фотографиями. Очень классно все оформлено. Теперь о виниле. Не знаю, кто занимался лакером, но винил немецкий от Optimal Media и он потрясающий по качеству. Красивый, тяжелый, ровный. Единственное, что может смутить, это мелкая бумага от конверта. Масса отличная, дефектов не обнаружил. Читаемость на высоте, падение качества не заметил, что и неудивительно, ведь пластинки записаны далеко от яблок. Щелчки и шуршания отсутствуют, не забудьте протереть пластинки от бумажной пыли, и тогда все заиграет чисто. Хотя среди отзывов на дискоксе встречаются и проблемные экземпляры, в то время как мой, я бы сказал, безупречный. Теперь о звуке. Вот тут прямо мнения разошлись по разным полюсам. Для начала выскажу свое мнение. Мне не очень нравится, как звучит первопресс. Чем-то он мне даже напомнил инуэнда. Сибиллианты, заторные верха, жестковатый такой мастеринг и плоский звук. Что тут? Верха прибрали, но в меру сибиллиантов стало куда меньше, звук менее резкий и более теплый. Бас более ощутимый и уместный, при этом сохранили динамику. Голос и хоть и не такой свободный, но чем-то даже натуральный, не такой свистящий воздушный. Что интересно, панорама на переиздании шире, и это заметил не только я. Однако ремастер многим не понравился как раз за счет отсутствия воздушности и, как пишут, детальности. Но мое мнение, зачем детальность, граничащая с искажениями? Я не просиди сейчас, с винилом просто куда все сложнее. Первопресс заиграет далеко не на каждой головке, ввиду хрупкости дорожек, плотности записи и невысокому качеству европейского винила 90-х. Поэтому, как бы я не любил первопрессы, все же отдам предпочтение переизданию. А если вспомнить еще и на цену оригинала... Ну, в общем, вы поняли. Переиздание нынче уместное получилось, кому не хватает детальности, подкрутите тембры на усилителе. Результат будет хотя бы без свистелок и сибилянтов. Моя оценка переизданию – все 10 из 10. И хоть я не фанат Джорджа Майкла, но альбом помню с года его релиза. Своего рода ностальгия, поэтому оставлю в коллекции. Цена начинается от 25 долларов, конечно, на родине. И это-то за двойной винил отличного качества. Кстати, друзья, не стесняемся писать в комментариях, как обстоят дела на ваших экземплярах пластинок. Есть ли дефекты и прочие проблемы. Для статистики, так сказать. Ну, а мы переходим к альбомам Use Your Illusion от Guns N' Roses. Два двойных альбома по 75 минут каждый. Тут все понятно. Про сами альбомы даже и говорить не стоит. Они прекрасны. Казалось бы, смысл вообще их обозревать. Чего в них особенного, учитывая, что неоднократно выходили переиздания, которые еще можно найти, причем за вменяемую сумму. Но свежие переиздания все же отличаются от своих предшественников. Во-первых, это практически единственное издание альбомов в разворотном конверте. И речь не только о переизданиях, но и о ранних прессах. Даже оригиналы американские выпускались в обычных конвертах. И это несмотря на внутренние конвертики и вкладки, которые как бы намекали на панораму для разворотов. Но нет, не прошло и более 30 лет, как до Петрили. А до этого дошло, судя по всему, только до Венгров. Вот они в 91 году выпустили альбом с разворотными конвертами. Мое почтение. Далее, помимо конвертов, свежие переиздания отличаются еще тем, что отпечатаны на Optimal Media. В то время как все предыдущие репрессы штамповались в Чехии. Хотя, учитывая, что в обоих случаях за мастеринг отвечает Sterling Sound, подозреваю, что по амплитудно-частотной характеристике звук может отличаться не сильно. А в остальном может иметь заметные отличия. Так вот, ближе к делу. Конверты хорошего качества, полиграфия на уровне, не апскейл. Развороты оформлены красиво, как раз панорамка из внутренних вкладок. Поэтому вкладки в комплекте двухстраничные, на них находятся тексты композиции. Сам винил отличного качества, по-моему, не хуже предыдущего Олдера. Причем еще и отсутствует бумажная пыль на пластинках, поскольку в комплекте пакетики с антистатической вкладкой. Что по звуку? Слышал из ранних немецкие издания, по моей памяти все бы классно, но в переиздании мне показалось, что подтянули бас. Могу ошибаться, конечно, вообще было бы логично сделать сравнительный обзор альбомов. Все же они того достойны. Но если немецкие издания я еще раз добуду, то вот американские оригиналы проблематичны. Поэтому судил о звуке как есть без сравнения. Что сказать? Пишут, что это ремастер с аналоговых лент, оцифрованных и ремастированных в формате 24192. И это не есть плохо. По амплитудно-частотной характеристике у меня замечаний нет. Четко, детально, драйвово, динамично и энергично. Отличный звук с хорошей динамикой. Компрессии не пожали, ее вообще здесь не слышно, что радует. Винил чистый, масса тихая, щелчков особых не заметил. Падения качества тоже нет. В большинстве своем до яблок далеко. Остался очень доволен звуком. В общем, в рамках не сравнения, а оценки переиздания как есть, к чему придраться не нашел. Поэтому все 10 из 10. Цена начинается от 30 долларов. Ну и что по итогам. Да, в сегодняшнем обзоре новинок. Новинок-то и немного. Разве что свежий альбом Red Hot Chili Peppers. Но, по моему мнению, переиздания как минимум тоже удались. Учитывая цены на оригиналы, они очень уместны. Обязательно присмотритесь к новым изданиям Older и Use Your Illusion. А перед этим не забудьте скачать сэмплы и послушать для большей объективности. А у меня, друзья, на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. И обязательно делитесь вашим мнением в комментариях. Ну, конечно, самое главное, будьте здоровы. Счастливо!